Мир всем! Тёма, они у меня все перегорели по правилам. Роман, ролик, включи микрофон. Нет, они, знаешь, не сразу, они уйдут. Я их снял весь. 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 Продолжение следует... 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 А кто другой так силен рукой, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелим и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души, покорим ее Господу. Устелим путь нашей жизни, срезавая с дерев ветви, то есть подражая житию святых. Ибо святые суть как бы древо, с которых срезывает ветви, подражающие добродетели их. Но дела наши и предшествующие, и последующие доводут славу Божию. Ибо ныне в предшествующей жизни показали доброе начало. Напротив, последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. Идем дальше. Евангелие от Марка, 11 глава с 11 по 14 стихи. И вошел Иисус в Иерусалим и в храмы, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдешь ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смок. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Толкование. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит дом послушания, ибо оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным ему. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано, во-вторых, он требует плода, когда еще не наступило время для смок, а еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. До сели часто Иисус творил чудеса, но только на благодеянии людям. Но ученики еще не видели, что он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что он может и казнить, и что, если захочет, может в один час погубить намеревающихся распять его, он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное и сохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех деревьев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному усмотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень. А плода они вовсе не имели. Но Иисус взалкал их в спасение. Он говорит, пища моя есть творить волю Отца моего. А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Так как же синагога не имела плода, то она проклята и сохла, не имея более у себя ни пророков, ни учителей. Вопросы? Вопросов нету, но хотел бы поделиться одним вспоминанием Геннадта Сергея. Когда мне на эпохе шествия христианской веры пришлось почитать какую-то литературу, в том числе и оккультную, Николая Рериха, то я нашел там такой эксперимент, который он рекомендовал проводить людям. Вот поставьте горшки цветы в разных комнатах, на один горшок, воздействуйте злыми мыслями, чтобы ты там засох и так далее. А на другой горшок со цветами говори хорошие слова, вырасти, расти роскошно, пышно и так далее. И посмотрите, какой будет результат. Ну, я этим не занимался, а потом, когда почитал Андрея Кураева, то обратил внимание, что это самое такое естественное для павших людей урок обучения магии. Я просто вспомнил этот эпизод с тем, что тоже проводились эксперименты на деревьях сначала, а потом, когда человек достигал каких-то навыков, ведь он мог потом нечестивый человек и на людях экспериментировать, типа того, что засохни и сохни и так далее. Так что, был на моем пути в христианской вере и такой случай, когда читал такие книги с такими вот предложениями экспериментировать. Мы потом эту книгу, когда прочитал Библию, отправил в костер. Такие дела. Отхожу. Еще вопросы по этому... Милан, братья, а вот по поводу сейчас сказанного, получается, что у нас есть слова в Евангелии, Господь говорит, по вере вашей это будет вам. И он идет по воде, и апостол идет по воде. Апостол Игорь говорит, зачем ты усомнился, когда апостол стал тонуть? То есть, нам это возможно, то что... И это не какая-то не магия. Это поверить. Человек поверил, вот у него и случается такое. А магия – это когда бесы помогают. Но бесы тоже помогают по попущению Божию. Бесы не могут творить сами по себе. Если Бог им не попустит, как бы сказать, не разрешит это сделать, можно даже так сказать. То есть, любая магия происходит по воле Божьей. Если Бог захочет, то она произойдет. А если не захочет Бог, то хоть какая-то вера будет. Вот, ну, так вот. Получается, что по вере все-таки он попускает Господь по нашей вере, пусть целует шар. Идем дальше. Ну, вот, вернее, мне бы еще хотелось заострить внимание на том, что, казалось бы, жестоко смоковницу, которая должна приносить плод гораздо позже, Господь обрекает на погибель. И здесь толковательным говорит, что это прообраз синагоги. И что она проклята и иссохла, потому что и больше не имеет у себя ни пророков, ни учителей. То есть, она не имеет плода. Сама по себе-то она, синагога, мы знаем, сегодня есть. Синагоги-то у нас существуют, кто знает. Ну, еврейский общин, это, я знаю, в Барнауле есть, я не знаю, синагоги, они называются не синагоги. Ну, и действительно, больше со времен Христа там нет ни одного пророка. Действительно, это место сбылось. И не чему тут удивляться. А за что синагог, Господь синагогу проклял, тоже должно быть понятно. Евангелие от Марка, 11, глава с 1, с 15 по 18 стихи. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно в щеков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наличется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Толкование. Об изгнании Иисусом торжняков повествует Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, сей Марк к концу. Поэтому, надо бы надумать, что это последнее изгнание было второе, и что он служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ним. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торгующих, ибо разбойнический род предан грабительству, а как и продавцы храме торговали с жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торгующие миновщики занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит, «Дом мой домом молитвы наличется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви, ибо многие ходят и в вашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Имеют столы полные денег. Они все делают из корысти, испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары, ибо голубь есть образ Духа Святого. Да и звернет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви». Комментарий Игнатия Латкина на слова блаженного Феофилакта. «Все делают из корысти, испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары. В прошедшие века в храмах утвердилась торговля свечами, а в 20 веке стали уже торговать всем. Свечами, просфорами, иконами, книгами, открытками, а кое-где и сувенирными матрешками, например, в храме Христа Спасителя в Москве. Стали торговать и духовными дарами, таинствами и требами. При этом священники, доказывая свое право на торговлю, в храме выдвигают две причины. Мы торгуем в притворе, мы торгуем не животными, поэтому к нам эти слова Евангелия не относятся. Но и Христос изгнал торгующих из притвора, а без этих животных, которые они продавали, ветхозаветное приношение было невозможным. 76 правило 6 Вселенского Собора запрещает любую торговлю в церковной ограде. Смотри также в стоглав 38. Тем более запрещена любая торговля таинствами. 23 правило 6 Вселенского Собора стоглав 44-45 Но современное православное духовенство не боится ни Евангелия, ни отлучения Вселенских Соборов. И если запретить торговлю в церкви, то молитва прекратится. Церковь должна существовать на десятину верующих, а для того, чтобы появились настоящие верующие, проповеднику нужно приложить очень много усилий. Гораздо проще просто торговать в церкви, это удобно и продающим, и покупающим. Но, вопреки Евангелию и к православию, никакого отношения не имеет. Поэтому Христос говорит православным священникам и прихожанам, что храм они сделали вертепом разбойников. Вопросы? Марка 11, глава 19 по 23 стихи. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Толкование. Хотя Матфей и говорит, что смоковница тотчас засохла, и что ученики, видя это, дивились, впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем, нужно понимать так, «И тотчас засохла смоковница». Тут остановись, потом читай. «И увидевшие ученики удивились, когда увидели, не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом». Языкиль 17, 24. «Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую ему самому по естеству. Так что мы можем и горы переставлять». «Гора есть в духовном смысле гордый ум, высящий и упорный. Посему, кто видит себя, одолеваемый страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божьей. «Ибо тот горд, кто говорит, что все делает он сам, а не с помощью Божьей». Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей, «Подвигнись и низвергнись в море», то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей неверных. «Сам же он, да, не сомневается, что и...» то есть «да, не отступает от Бога». «Ибо гордый отступает от Бога, говоря, «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в Его помощи». Вопросы? Игнать Тихонович, желание есть чем-то поделиться? Нет? Идем дальше. Ивангелие от Марка, 11 глава, 24-25 стихи. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Толкование. «Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу и скажу словами Давида, изливает душу свою пред Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. Верующему все дает Бог, когда тот со слезами высказывает пред Ним все желания в молитве, и как бы за ноги владыки держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий. Вопросы? У меня вопрос. Игнать Тихонич. Значит, вопрос у меня такой. Сказано здесь, что мы должны прощать. У меня был случай такой. Брат один в интернете попросил у меня прощения за то, что он склонял меня вузадей на ереси к брютью бороды. Судя ему, о бороде, о которой мы говорим. Ну, я, конечно, ему сказал все, что я про это думаю. При этом он мне говорит, что никакие мне места писания не пропустил. Это же знак. Но потом, через какое-то время, попросил прощения. А я ему написал. Я говорю, я тебя прощу, если ты прекратишь эту блудодейную ересь и перестанешь бриться. Согрешил я этим или не согрешил? А он мне пишет, а ты обязан меня простить. Ну, обязан-то просить, обязан, если он просит это прощение, а за что? Он согрешил передо мной, что склонял у меня блудодейной ересь. И сам вот эта ересь не осталась. По моему мнению, покаяния его не есть. Поэтому я и поставил такое условие, дабы его может быть, он благоволюбит, хорошие отношения не остался, без чеки себя занимает анкет. И по вопросу вот это то, что прав я или не прав. Должон простить или должен простить, таков, как будет истинное покаяние на мой взгляд. Ну, ты сделал как понимал. А вот если бы наоборот было с чем-то надо было каяться тебе, а человек там наполовину только кается. Это безоговорочная капитуляция, как Германия и Япония. Если прощает, значит прощает под условиями. Дальше могут быть и другое. Сначала сейчас нужно начать разговаривать уже с прощенным. Он просит. А он неискренно. Но если седьмижды семь раз, то четыреста девяносто раз в день придет и скажет прощаю. Почему он столько приходит? Опять то же самое делает. Ты тогда ни во что это поставь. Никаких условий. На этот да. Я выговорю ему. Написано согрешит против тебя брат твой. Выговори ему. 17.3 Луки читаем. Вот так и надо понимать. В данном случае я не знаю какая подоплеку у тебя была. Но условий не надо было ставить. Отсюда вывод что ты был неправ. понял. Идем дальше. Евангелие от Марка 11 глава 26 26 по 33 стихи. Если же не прощаете то и отец ваш небесный не простит вам согрешения ваших. Пришли опять в Иерусалим а когда он ходил в храме подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему какой властью ты это делаешь и кто тебе дал власть сделать это. Иисус сказал ему ответ спрошу и я вас об одном отвечайте мне тогда и я скажу вам какую власть эту делаю крещение Иоанна вас с небес было или от человека отвечайте мне они рассуждали между собой если скажем с небес то он скажет почему же вы не поверили ему а сказать что от человеков боялись народа потому что все полагали что Иоанн точно был пророк и сказали в ответ Иисус не знаем тогда Иисус сказал им ответ и я не скажу вам какую власть это делает толкование в ярости за то что Христос изграл из храма торговцев они приходят к нему с вопросом какую властью он это делает они как бы так говорили ему с поношением кто ты такой что это делаешь разве ты поставлен учителем разве в архиерея рукоположен говорили же это стараясь привести его в затруднение чтобы уловить его если бы он сказал я творю это моею властью то они побили бы его камнями как бога противника а если бы сказал творю это властью божией в таком случае они могли бы отвлечь от него народ так как признавал себя за бога но господь предлагает им вопрос об иоанне не без причины и ни с какой либо хитростью но так как иоанн свидетельствовал о нем то он и спрашивает злодейственных судей об иоанне да они если признают иоанна за посланника божия принуждены были принять свидетельство иоанна и о христе вопросы евангелие от марка глава 12 1 о 9 стихи и начал говорить им причины некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду и выкопал точила и построил башню и отдав его виноградарям отлучился и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника они же схватив его били и отослали ни с чем опять послал к ним другого слугу и потому камнями разбили голову и отступили его с бесчестий и опять иного послал и того убили и многих других то били то убивали имея же еще одного сына любезного ему напоследок послал его и к ним говоря постыдятся сына моего но виноградаре сказали друг другу это наследник пойдем убьем его и наследство будет наше и схватив его убили и выбросили вон из виноградника что же сделает хозяин виноградника придет и придаст смерти виноградарям и отдаст виноградник другим толкование виноград означает иудейский народ который насадил господь охрани то что насадила десница твоя и отрасли которые ты укрепил себе столом 79 16 выведи его и насади его на горе достояния твоего исход 15 17 над оградой разумеется закол не допускавший иудеев смешиваться с другими народами башня есть храм который был великолепен точилом означается жертвенник на котором проливалась жертвенная кровь бог отдал народ свой делателям то есть учителям и правителям иудейским всем свое время он послал сперва одного раба то есть пророков бывших около времени илии например нихея которого бил уже пророк седеки от 3 царств 22 24 послал другого которому камнями пробили голову таким образом нанесли полное поругание можно относить это ко временам оси и саи послал и третьего раба что можно разуметь о пророках времен плена иудейского например данииле языки наконец бог послал послал сына своего который назван человеком ради человеколюбия но злые делатели зная что это наследник виноградника вывели его вон из виноградника то есть из Иерусалима и умер вилем христос действительно распит был вне города зато господин виноградника отец убиенного сына или лучше сам убиенный сын погубит делателей предав их римлянам а виноградник свой отдаст другим делателям то есть апостолам хочешь ли знать как апостолы возделали этот виноградник прочитай книгу деяния апостольских и ты увидишь как три тысячи деяния 2.41 и пять тысяч душ вдруг деяния 4.4 уверовали и стали приносить Богу плод вопросы марка 12 глава 10 по 12 неужели вы не читали всего в писании камень который отвергли строители тот самый сделался главой угла это от Господа есть дивного час наших и старались схватить его но побоялись народа ибо поняли что о них сказал притчу и оставив его отошли толкование через все это Господь показывает что иудеи отвержены а язычники приняты камень есть сам Господь а зиждущие суть учителя народа таким образом кого пренебрегли эти учители тот и стал во главу глаза делавшись главой церкви ибо угол означает церковь которая совокупляет и соединяет всех иудеев и язычников подобно как и угол соединяет две стены сводя их к себе вместе вопрос марка 12 глава 13 по 17 и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан чтобы уловить его слове а они же придя говорят ему учитель мы знаем что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо ибо не смотришь ни на какое лице но истинно пути Божию учишь позволительно ли давать подать кесарю или нет давать ли нам или не давать но он зная их лицемерие сказал им что искушаете меня принесите мне динарий чтобы мне видеть его они принесли тогда говорит им чье это изображение и надпись они сказали ему кесарю иисус сказал им ответ отдавайте кесарю кесарева божия богу толкование простите не мечтал давайте кесарю кесарева кесарева кесарю а божия богу и дивились ему толкование об иродианах сказали мы и в другом месте что это была какая-то новоявившаяся секта людей называвших ирода христом по той причине что в его время кончилось преемство царей иродианах 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 называются воины иродовы которых фарисеи взяли с тем чтобы они были свидетелями того что скажет Христос а потом могли взять его отвезти к суду но посмотри на злонравие их с каким ласкательством они покушаются обольстить Господа знаем говорят что ты не смотришь на лица человеков а потому не убоишь ты и самого кесаря все же это было только лукавством чтобы во всяком случае вловить ее ибо если бы он сказал что должно кесарю платить подруг они обвинили бы его перед народом в том что он провощает народ чужому игу а если бы сказал что не должно в таком случае они могли бы обвинить его в возмущении народа против кесаря но источник премудрости избегает их козни покажите мне говорит монету и видя на ней изображение кесаря сказал что имеет на себе такое изображение то отдавайте лицу изображаемому то есть кесарю а Божие Богу то есть обязанность платить дань кесарю нисколько не препятствует вам в деле богопочитания ибо можете кесарю отдавать что следует и Богу вас давать должное но у каждого из нас есть своего рода кесарь это неизбежная потребность телесная и так господь заповедует давать и телу свойственную ему пищу и потребную одежду и Божие Богу то есть посильное бдение молитву и прочее но и дьяволу и этому кесарю брось данное тебе от него как-то гнев злую похоть а Богу принеси Божие зрение воздержание во всем и прочее вопрос Евангелие от Марка 12 глава с 18 по 27 стихи потом пришли к нему саддукеи которые говорят что нет воскресения и спросили его говоря учитель Моисей написал нам если у кого умрет брат и оставит жену а она детей не оставит то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брата своими было семь братьев первый взял жену и умирая не оставил детей взял ее второй и умер и он не оставил детей также и третий брали за себя семеро и не оставили детей после всех умерла и жена и так и в воскресении когда воскрыт Жнею которого из них будет она женою ибо семеро имели женою Иисус сказал им ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная писаний ни силы Божьей, ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах, а о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог Прикупенец сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, и так вы весьма заблуждаетесь. Толкование. Саддукеи были между иудеями такие еретики, которые говорили, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Как люди коварные, они выдумывают такую повесть с тем, чтобы ею не спровергнуть истину воскресения. Они дают вопрос о том, чего никогда не бывало, да и быть не может. А что семь мужей брали один после другого одну и ту же жену, это они выдумали для большего посмеяния над воскресением. так как они в основании своего вопроса представляли закон Моисеев, то он обличает их в незнании Писания. Вы, говорит, не разумеете, о каком воскресении говорится в Писании. Вы думаете, что в воскресении будет таково же состояние людей по плоти и по душе, как ныне? Нет, не так. Вы не понимаете смысла Писания, да и силы Божьей не постигаете. Вы, видно, обращаете внимание только на трудность дела и потому недоумеваете, как могут разрушившиеся тела снова соединиться с душами. Но для силы Божьей это ничего не значит. По воскресении же состояние воскресших будет нечувственное, но богоподобное и образ жизни ангелеси. Ибо мы уже не будем подлежать тлению, но будем жить вечно, а по этой причине тогда и брак уничтожится. Ныне брак существует по причине смертности, чтобы, поддерживаясь преемством рода, мы не исчезли. Но тогда, подобно ангелам, люди будут существовать без посредства брака, никогда не умоляться в счетле и пребудут всегда без удовольствия. Еще в другом отношении судоке оказываются неведающими Писания. Если бы они разумели его, то поняли бы, почему сказано «Я есть Бог Авраама Исаака Иакова», что указывает на живых. Ибо Господь не сказал «Я был», но «десять» Бог их, как бы присущих, а не погибших. Но, может быть, скажет кто-нибудь, что Господь сказал только о душе правцев, а не вместе о теле, и что отсюда нельзя заключать о воскресении тела. На это я скажу, что Авраамом называется не одна душа, но совокупно душа и тело. Так как Бог есть Бог и тело, и оно пред Богом живо, а не обратилось в небытие. Далее, так как судокеи не веровали только воскресению и тел, то и Господь сказал о телах, что они живы у Бога, а не о душах. Последние признавали и судокеи. Затем обратим внимание и на то, в воскресении есть восстание падшего землю вправ, но пала не душа, ибо она бессмертна, а тело. Следовательно, оно и восстанет, снова соединяясь с единосоюзной душою. Вопросы. И делаем дальше, тогда. Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 по 34 стихи. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот, первая заповедь, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше из всех заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо учить истину, сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме его, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. После того, никто уже не смел спрашивать его толкованием. Матфей говорит, что книжник подошел ко Христу искушая, а Марк замечает о нем, что он разумно отвечал. Не противоречат ли евангелисты друг другу? Нет. Сначала, вероятно, он спрашивал, как человек искушающий, а потом вразумился ответом Христовым, отвечал разумно. И таким образом был похвален. Впрочем, заметь, что и похвала свидетельствует о нем, как еще, а не о совершенном, ибо Христос не сказал, ты находишься в самом Царстве Божьем, а только недалеко. Для чего же законник так смело предлагает Христу свой вопрос? Он думал показать себя Христу совершенным в законе и для того обращает к нему такую речь, как будто бы касался только закона. Но Господь, желая показать, что без любви, при ненависти к ближним, нет исполнения закона, отвечает на вопрос законника, что первая и большая заповедь есть любить Бога, а вторая подобная – любить ближнего. Почему же подобно? Потому что они обе тесно связаны между собой, ибо любящий Бога любит и создание его, а ближайшее к Богу и создание – человек. Следовательно, любящий Бога возлюбит и всех человеков. И наоборот, кто любит ближнего, тот тем более любит Бога. А если он любит людей, которые часто бывают виной соблазнов и ненависти, тем более любит Бога, всегда благодающего. Услыши Господне слово, любящий меня заповеди мои соблюдет. Иоанна 14.21 Видишь, что от любви к Богу зависит исполнение заповедей его, а все заповеди его сходятся к одному предмету – взаимной любви. И в другом месте Господь говорит, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собором, Иоанна 13.35. Пожалуйста, вопросы эти твои прочитаны. Можно вопросы? Конечно. Я хотел предыдущий, тут не подключился микрофон, вы меня спросите. Ну, вот эти события, в воскресенье они верили. Ну, знаете, воскресенье – такое суровое дело-то. Этот человек умер, и потом, чтобы воскреснуть, для чего? Ну, Господь оставил кое-какие, как говорится, хребные крошки, эти нам предсказания. Но, чтобы поверить в них, это сложно было. Поэтому садукеям-то, как бы даже, ну, не то, что простительно, конечно, это непростительно, не веровать Господу, но однако сложно уверовать в то воскресенье. Вот я хотел бы на сегодняшний день перевести. У нас практически вся наша провокальная церковь – это сплошные парисеи и садуке есть. Потому что одни в одно не верят, другие в другое не верят. Причем в такое не верят, что, казалось бы, это же можно проверить. Я так понимаю, что им кажется, что это очень просто, допустим. Почему никто не верит в священников, я посчитаю 99% с лишним, что троекратное погружение в воду и вера в Иисуса Христа, Спасителя нашего, это и есть правильный ход в церковь, о которой говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, от воды и духа. Ну, просто, как бы, простенько, простенько, но ты попробуй, попробуй собрать общину таких людей, которые бы вот так вошли в храм Божий. К тебе. И там бы они стояли, священник рядом с тобой, и были бы братьями во Христе, а ты бы был пасторами. Но священники же не идут по этому пути. То ли люди становятся мельче, ну, как апостол Павел сказал, то ли какие-то есть еще признаки скорого пришествия Антихриста, потому что, ну, надо, чтобы не веровали люди, и чтобы не было истинной церкви. Ну, у меня как бы такой вопрос. Почему вот сегодня, когда столько информации много, у каждого планшет, у каждого телефон, с интернетом, все умные такие, и не могут тут исполнить то, что заповедовал много путь, потолить церкви. Значит, все, тихо, 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 ответим. Ну, я маленькое предисловие скажу. Вот кто говорил, попросить надо, чтобы... Вот я навожу имя... Я небольшое предисловие. Вот кто говорил, я не знаю, фотографию желательно поставить, и имя, фамилию. У нас тут все так, видите, открыто. Я к любому подвожу этот курсор, и сразу видно. Михаил Кальмаев, рядом Михаил Куденцов, ну, по порядку. Елена, Пауэр, чтобы понятно, с кем я говорю. Отвечать так, чтобы не куда-то. Так, это... Зачем мне они тут, что ли, вопера? Ну, просто желательно так. Все до одного у нас так уже принято, чтобы фотография была, фамилия, имя. Теперь, относительно того, что и почему и как. Здесь несколько вопросов. Один вопрос определенно. Неизвестный человеку долгое время. Избран он или нет? Если он избран, то это царское его достоинство, на которое Господь избрал, будет проявляться у него во всем. Ну, видно, княжеское происхождение. С человеком разговариваешь, он даже не говорит, а его сразу видно, что он не из простолюдина. Так и здесь. Если это Христов человек, он только и думает, как бы не нарушить заповедь Божию. Тем более, о чем вы сказали с полным погружением, за это все святые отцы, до одного, то есть человек, который крестит, как попало, церкви-то, это его даже православным нельзя назвать. Он осквернитель таинства. Согласно 50-го апостольского правила, его надо извергать немедленно. Но их не извергают. Не ныне, вы видят в том, что отделюсь от церкви, пойду куда-то. Это самая негативная практика, положительная, когда ты будешь показывать, говорить, терпеливо нести бремена другого. Ну и вот сейчас мы говорили, мы видим уже во многих местах строят купели, но они еще и хитрят. Купель есть, а все равно мощь от лбы. Купель есть, ребенка поставит, до горла стоит, он ладошкой голову поливает. А то вниз головой его там старается, а то ребенок захлебнется. Ни одного случая за 2000 лет не было. Да и как он захлебнется, когда под водой он будет одна секунда. А да тем более ребенок, если закрывает ему нос и рот. Ну, обманщики. Только молись, показывать, как это должно быть. Не унывать. Вопрос вы хороший поставили, но и начинать надо делать. Скажут, а как делать? Вот я и говорю. Выискивать надо какие-то моменты или праздник какой-то, узнать адреса, купить журнал архиереем, посылать. Тем более у нас здесь материал наиполнейший. Не просто полный. К истинному православию книга и тому крещение. Все, что можно было взять из святых отцов, из жития святых, каноны правила и первое место есть святая Библия, все там взято. И поэтому склоняются некоторые священники к этому и крестят тайно. Потому что эти начинают преследовать тех, кто крестит правильно. И которые крестят уже моченые. Главное, моченые. Не моченые, то можно договориться. А если моченые, у него как печать антихриста какая-то. Нет, нельзя. Это повторное. Крещение одно. Крещения-то, говоришь, не было. Слово крещение, баптизантес, переводится только погружение. Крещение, немецкий Тауфан. Ну, все знают это, баптизантом по-английски. А они обманщики. И искать надо таких, которые крестят правильно. Вот ответ. Все, отошел. Ну, давайте тогда. Ну, если человек новый, я ему скажу. У меня опыт такой. Вот человек что-то предлагает. Вот вы предлагаете. Я стараюсь, насколько помню, чтобы молиться об этом. Человеку этому и поручить делать это дело. Раз он об нем ревнует. Не просто сказал, да, надо делать. Ну, и начинай делать. А вот здесь вот все машины тянут. Яма такая, все после дождя, она наполняется водой. Вот и начинай делать. Находи людей, товарищей. Вы черпаете воду, нанимаете бульдозер, чтобы все сравнять дорогу и щебню купить и сделать. Вот видно, маленький участок дороги, всего 100 метров. Но 100 метров, и людям теперь не надо объезжать этот обрак или там что-то засыпанное. Вот конкретно. Ты говоришь, ну что вот сделали-то? Поотняли все у людей, у них ничего нету. Восполни недостающее. Работай на двух-трех работах и этим помоги нуждающимся. Которые столько перенесли. Теперь уже фронтовиков-то и нету. Ну, другие причины разные. Ты предложение мне внес. Начинай сразу же работать. А никто не поддержал. А это не имеет значения. Что? Я буду работать. Вот хорошее предложение. И начинайте. А потом поделитесь опытом. Все. У меня еще нет ничего? Вот смотрите. Я тогда продолжу эту тему. Мы едем. Доехали до Байкала. Миссионерская поездка. Мы посетили в общей сложности 600 городов и районных центров. В каждом месте я дарил библиотеке свои книги. 38 книг. Это 750 евро стоит. По издательству. Ну, доехали мы до Иркутска. А с нами ехал один брат. Ну, беды никакой нет. Я его даже назову Игорь Третьяков. Он говорит, так, может быть, и можно доехать и до Хабаровска. Из Барнаула-то. Я говорю, а ты знаешь, когда предложение дают, я как стараюсь? Сразу же молюсь об этом и этому человеку предлагаю. Да нет, я не могу. Там какие-то грузы приходят. Отец там какой-то предприниматель назовем. Я помогаю. Ждем груз контейнера. Я говорю, так не пойдет. Я буду молиться, чтобы у вас ничего не пришло. Ты сказал, сейчас мы приезжаем, помоемся только, загружаемся и опять уходим. Ну, нет. И Господь так сделал. У него не пришли никакие контейнеры, ничего нет. И он свободный. И теперь мы едем до Владивостока, порта находки. И возвращаемся мирно. Я понял, вот эта практика поручать тому, кто что-то советует делать, она по всем параметрам конструктивная, положительная, развивающая человек. Он знает, а я скажу, а ничего не делаю, лучше промолчу. Советы давать очень легко. Судить другого легко. А вот самому сверху кидать, говорит, камушки легко. А самому поднять это все. Для этого нужна и воля, и молитва, и средства немалые. Мы только одну поездку проехали до Португалии, Лиссабона. Только на горючий ушло 440 тысяч. Почти полмиллиона. Так что предложение надо давать с прицелом. А может соратники найдутся, которые так же понимают. И мы сегодня же приступаем. И к этому призвать других и начинать молиться. Двое или трое согласились, о чем молиться, знаете, получите. Вот тогда время было потрачено не зря. Я не упрекаю ничего, просто делюсь опытом. Все. Ну что? Нет вопросов? А то можно задание... Ай! Мы сегодня были у баптистов. Я там даже ссылки бросил. Потом после собрания, которое нам понравилось весьма, мы побеседовались с ними. И один из братьев баптистов, скажем так, он, когда мы... Ну, то есть дискуссия была, ему сказали, что нам все у вас нравится. Единственное, что у нас нет вот тайн, которые освещают. И он как бы присоединился к нам. Созвучился с этим. И я вот недоуменец. Или правду ли он сказал, или он подыграл нам так. Не знаю даже. А вы расскажите, какой у вас был опыт, вот именно, когда вы приходили к баптистам, как у вас получалось беседовать? И какие плоды от этого? Ну как, мы приходили, беседовали. Сначала я на дому приходил. Всю зиму приходил и проходили по Блаженному Апофилакту. А мы с мужем беседовали. Это жена его, она общая кухня, там какой-то как двухэтажный, как барачного типа такое. И она многое слышала. Тут же его родители сидят, все баптисты. Она тоже природная баптистка. А он-то такой только из неверия пришел. И вот что интересно, он оказался малодушным в этом вопросе. Понял все, принял все. А он даже имел доступ к кафедре у них проповедовать в Барнауле. Но не проповедовал. Я говорю, почему же ты им не говоришь-то, что они заблуждаются? Да, они не поймут, они не примут. Но вскоре обнаружил, что не поэтому. Просто боится. А жена уверовала, приняла крещение православное. И у них три дочери. И, кажется, три сына. Сын их, член нашей общины. А три сестры. Старшая вышла в Томске. Жена священника стала православной. Это в этой баптистской семье. Другая дочь Дьякона. Ну, а одна здесь у нас на клиросе поет. И все это из-за того, что ходил зиму, говорил. Но они стали говорить там другим. Тут была такая девушка молодая, грузинка. Могу назвать даже, Катерина Девришадзе. И она обратилась тоже, пришла в православие. Ну, совета спрашивали. Я говорю, вы не уходите. Будьте тайно ученики, пока баптистами вместе. Тут будут приходить новые люди. И вы будете им говорить. Но их все равно узнали. И вот тут-то к ним приехал тогда молодой проповедник из города Томска. Он был уже преподаватель Томского университета. Генри Генриевич их паст. И они ему рассказали, что тут есть православный один. Вот такой-то верующий. Писание знает. И он заинтересовался. И они его вечером ко мне привели. Вот я вижу тут у Павра и Лены. Он рядом его с бородой. Вот, покажи его, Сергей. Вот он где. Геннадий паст. Он принял все. Мы закончили это в полпятого утра или в пять беседовать. Семьдесят девятый год, помнится. Он принял все. Он минонит, немец. Это такое изменение было. Там в семье, как у мусульманина. Тут мы смотрели один ролик. Для них это смерть сына была. Они как бы его потеряли. А через него дальше обратится его родной брат. Обратится братова жена. И там еще один. И он еще там на племяннице их женится. Немцы все. Стали православными. Тоже стал священником. Вот как я работал. Я всего приходил, а целая цепочка потянулась. Вот здесь есть Максим Каскун. У него много роликов, там по пять минут. Его спрашивают обо мне. Он говорит, ну что сказать-то. Он, я его внучатка на меня. Потому что через Игнатия пришел фаст Геннадий. Он сейчас в Ащинске служит. Он закончил семинарию, академию. Теперь доктор богословских наук в московском патриархате. Вот показывает его. Вот он. А этот уж довольно слетет вся. Это богослов очень крупного масштаба. Надо понимать, что он был руководителем баптистской молодежи. И у него везде вот этот третий том здесь, где мы сейчас трехтомник проходим. Он собирал материалы всех святых отцов. Такого толкования, как он собрал, не было никогда. Оно живое. Не противоречит, не думал. Он всех святых отцов перебрал. Или книга есть, 850 страниц толкования песни-песней. Глубокое-глубокое исследование он провел. И все выписал, показал. Я сейчас называю книгой столетия. Ну, был магистром, теперь он доктор богословия. Вот. Цепочка-то идет какая. А вот тот Каскун говорит, а я от Геннадия паста обратился. Ну, значит, Геннадий от меня, а он от него, говорит, я ему, говорит, внучатка мне. Вот я не знал, что дальше такая цепочка. Так от отца Геннадия-то сколько людей пришло. Там Юревич, вот этот Андрей. Там знает, вот Виталий Калиников, там ролики поставили. Что-то песня любви или что-то так называется. Про любовь. Священника, вот. Отец Геннадий, теперь он не Генрих, а Геннадий. Ну, по паспорту-то Генрих остался. Генрих Генрихович. Вильгельм, брат его обратился. Тоже кандидат наук там. Ну, и сколько людей там уже, я не знаю даже. Поэтому опыт как передать? Надо быть рядом, надо это видеть. Никогда не настаивать на своём. Ты показал местописание и покажи, почему оно неправильно. Я ему предложил, какая у вас тема такая, чтобы разработанная была и вы не отступили. Он говорит, я подумал, ну как, тема о десяти девах, о крещении. Я говорю, ну давайте. Он говорит, я начал толковать. Это всё теперь записано было на магнитофон. И теперь в ворде, в моих книгах, дословно, до буковки. И он говорит, я понял, что у нас головная вера, там, сектанты, а у православных от сердца, от Духа Святого идёт. И он утром вот уже готов, был православный. Тогда поехал отец Александр Пивоваров, его крестил. Тоже кандидат богословских наук. Очень сильный проповедник. Вот так. Ну, как тебе это сделать? Познакомился с кем-то? Ну, и приглашай к себе. Они ко мне ходили. Я к ним всё время ходил. Он не обратился, так и остался у баптистов-то. А вот дальше от жены пошли все. А только два сына, которые там остались. Как бы с ним, но не знаю я. Такого стандарта схемы, вот как подойти, как беседовать, как Дворкин там даёт. Десять вопросов у меня нету. Я просто стою и молюсь. И они, если беседуют, я попрошу разрешения. Такое-то место писания вы объясняли сейчас, а вот в другом месте написано так. Как понять? Они видят, их толкование противоречит другому месту писания. Надо... Вот у них четыре раза в неделю собирались. Кажется, четыре раза. В воскресенье у них два собрания было. И мы ни одного не пропускали. Всё время ходили. Это Радищево-67, город Барнаул. Вот я вышел, а там приехал один Леонид Кустов, где-то с Краснодара, кажется. Нет, это здесь рядом, Павлодара. Ну, вышел, а он ездил, проповедовал. Баптист. Его знают, он приветы передал от своих. Его никто не пригласил. Он во дворе стоит. Я подошёл, мы ещё не знали друг друга. Я подошёл и говорю, вам ночевать негде? Да негде. Я, говорит, наверное, на вокзал пойду. Я говорю, зачем? Пойдёмте ко мне. Сразу же подбежали к нему, его схватили. От меня толкает. Не подходите, это волк в овечьей шкуре. Он у нас только овечек утащил. Я волк, а они овечки. Он говорит, нет, так не пойдёт. Говорит, я стою на морозе, никто меня не пригласил, все разошлись. А теперь я пойду к нему. Ну, он пришёл ко мне и говорит, мы побеседовали. Отлично просто. Он говорит, я не могу в людях ночевать. Я всю ночь, говорит, ворочайся, не высплюсь. Я говорю, ты у меня спать будешь, тебя утром надо расталкивать будет. Да нет. Ну, я говорю, посмотрим. Мы помолились, он лёг, утром будильник возле головы будит, он не слышит, гудит. Я говорю, ну как, вот это удивительно. Так он там другим начал рассказывать, и теперь куда бы ни ехал, он ко мне заезжает. Я не знаю, стал ли он православным, но православную идею он понёс дальше. Вот это точно. Он стал проявлять смирение. Их там проповедников, кажется, 28 было. Ну, чуть не 30 лет назад было, я могу, 29, может. Ну и даже в течение месяца по разу им не приходится проповедовать-то. И он тогда встал, он Кустов, фамилия его, Леонид. И он говорит, я первый себя вырываю, отойду, поеду в другие места. А что мы тут на одной кафедре толпимся-то? Ну и он пример дал, и другие сказали, ну и мы поедем там. Баптисты. Баптисты зарегистрированные. У них как раз был там, приехал, у них там какие-то неурядицы были, им прислали по ихному пресс-фитер. А по-нашему-то никто, но очень хороший человек, Седлецкий, Карл Станиславович. Где-то из Бандера, оттуда, с того места. Очень разумный человек. И он навел у них там порядок, но он уже умер. Когда я о нем стал вот так рассказывать, мне сразу скинули, где похороны его идут. Мы были, когда я у них был там, и стал говорить о бороде. Я говорю, зачем же бреете бороды-то? Ну так так, сейчас все, ну как, при чем тут все? Все это мирские люди. Они говорят по-мирски, мир слушает их. Вам-то зачем, старики, скоблятесь совсем? Ну я не знаю, я привез журнал с собой 1910 года, называется «Баптист», одним словом. Большой журнал по размерам, больше, чем «Огонек» даже. И там на первой, не странице, а прямо на корочке, кажется, молодежь сидит. Много молодежи. И, ну и там старшие, все до одного с бородами. Баптисты. Десятый год. Баптисты, повторяю. Я достал журнал, я говорю, посмотрите, а ваш журнал? Да, наш. Ну посмотрите, все с бородами. Ну посмотри, какие бороды. А вот их маленькие, кучерявенькие там. Ну это вот если бы все. Я говорю, почему Фидель Кастрот ни на кого не смотрит? Целуется с Брежневым, с бородой. Теперь согласитесь, что вы поступаете по стихии мира, а не по Христу. Если бы все и я стал. Они что-то начали говорить, а тогда, кажется, не ставишь говорить. Нет, говорит, он прав на меня. Говорит, он прав. Я, говорит, тоже бритый, а чего я защищать-то буду? Вот этим он мне понравился. Все. Игнатий Пихонович, вот у меня такой вопрос. Сегодня Виталий Калиников выставил за чтение циркуляра, вот по этому разделению астатифалии. Но я его не прослушала, потому что он был записан не очень четко, и в перерывании. И сегодня, вот как результат, на богослужение, на нас, греки уже не присутствовали. И чего добились? Скажите, пожалуйста. Нам таинственная политика, как говорится, по барабану, мы люди простые, нас разделяют. Вот. И потом у меня вопрос такой. Причищаться, значит, нельзя, а на богослужении можно присутствовать? У кого? У православных? У православных, конечно. Ну а зачем вам туда идти-то? Держите своего храма. Можно, но нежелательно. Нет. Я не пойду туда. Но вот другие люди-то могут к нам прийти? Потому что у нас достаточно таких людей. Ну, конечно, можно. Можно. Я говорю о том, что если в одном храме причищаетесь, вы у одного человека исповедоваться должны. А так-то, конечно. А я не понял, почему они не стали ходить-то? Виталий какое отношение к этому поимел? Дети. Нет. Виталий не слышал, что это серкуляр. Я его просмотрела, но не поняла до конца. Теперь даю вопрос вам. Можно ли присутствовать на богослужении? Потому что причищаться уже ясно нельзя. Ну, если они греки, как я понял, может, не расслышал, и православные, какая вам разница, где быть-то, если там понимаете. Но причищаться надо там, где находитесь. Но греки приходили к нам, и у нас приходили. Сейчас ничего не слышно. Что-то тут забивает. Сейчас причищались, а сейчас вас они не могут. Ну, только дело. Вы сказали, они знают дорогу. Просто к чему это все привело-то, конечно, на выезд приходить? Я поясню. Сегодня авиатрансляцию вилла в Крамах, где зачитывался циркуляр, видимо, с Москвы, там, по всем переходам разоспанный. И священник, который зачитывал, что мы сейчас все, коммуническое общение разорвали с Константинополем. Ну и что? Теперь не можете туда не ходить, там, в храмы, не причащаться и так далее. Вот об этом речь идет. Ну ладно, он сказал так, это особое, такое возвышенное послание, Томас называется, послали. Это они решили наверху, политологи. Нас это не касается. Это наши православные братья, и все, как ходили, так и ходите. Ничего не надо поминать, ничего. Мы молимся каждый день, вот молимся за Папу Римского, за тот, который ушел в Вененик, за Франциска. Мы молимся. Мы молимся за всех политических деятелей, за Петра Порошенко, за Эрдогена Турецкого, за Дональда Американского, за Рамзана Кадырова, за Омана Тулеева. Мы их поминаем каждый день. Это мое право. Не в храме, а здесь. И вслух молимся. Что они разорвали общение? Любовь не разрывается, это кольцо. Мы-то простые люди, мы никак не поменялись. Мы были дружные с ними, а просто стали. Никакого значения не имеют на нас. Сами себе и другим скажите. Они там пускай, говорят, а то бояре или кто там дерутся, говорят, то холопов щупы трясутся. Нас это не касается. Это любовь нас объединяет. Мы не будем их судить, они пускай решают там. Ну мы кто такие? Они там начальники над нами. Князья, не теряйте общение ни с греками, ни с кем. Продолжайте молиться. Причащаться дома и все. Они если вас выгонять будут, а вам нравится у них, вы во дворе стойте, ждите, когда выйдут. Потом пригласите к себе в гости домой. В храм. Понятно, спасибо. Слава Иисусу. Любовь превыше всего. Гитлер разрешил строительство храма Слава Слава Слава. Что там говорить? Везде есть Божия милотерга. Еще вопросы будут. Продолжая учить в храме, Иисус говорил. Как говорят в книжнике, что Христос есть Сын Давида? Ибо сам Давид сказал духом святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он, Сын ему? И множество народов слушало его с уплажнением. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте напишутся, все ей поедающие дамы вдов и на показ долгомолящиеся примут и к чайше оттуждения. А они-то, книжники и форисеи, и были те враги, которые Бог Отец положил в подножие ног твоих столов. Но вы не можете сказать, что Давид изрек это не по внушению Духа Святого. Нет, он Духом назвал его, Христа, Господа, то есть будучи движим благодатью Святого Духа. Как же думать, что Христос есть только Сын Давида? Давида, а не вместе и Господь его и Бог. Он стал говорить народу, остерегайтесь книжникам, которые носят великолепные одежды и из-за них требуют себе почестей, которые любят принимать приветствия, похвалы на тожищах и все другие знаки и славы, которые поедают дамы. Давид, крадываясь всем беззащитным женам под видом заступников им, которые лицемерно продолжительную молитву, наружным благочестием и лицемерием, обольщая неопытных, поедают дамы богатых. Зато они подвергнутся еще тягчайшему осуждению, нежели прочие соглашающие иудеи, ибо меньшие заслуживают помилование, а сильные сильно будут истезаны. Премудрость 6.6 Говоря таким образом народу, Господь научает вместе и апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали ему самому, так как он подставлял их учителями в церкви опыт справедливости, излагает им и правила жизни. Вопросы? Марка 12, 41-44 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги сокровищникам. И многие богатые клали много, придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрам. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, плавших в сокровищницу, и во все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Полкование. У иудеев сохранялся особенное обычайство. Тот, что имеющие и желающие делали вклады в церковную сокровищницу, из которой получали содержание священники, бедные и вдовицы. Между тем, как многие делали это, подошла и завица и показала свое усердие лучше богатых. «Слава тебе, Христе, что ты и малое приемлешь лучше великого!» Но если бы и моя душа заделалась завицею от век жизни сатаны, с которым сочеталась неподобными делами, и решилась бы повергнуть в церковную сокровищницу две лепки, «плоть и ум, утончив их, плоть воздержанием, а ум смирением, дабы и я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, не имея в себе нисколько ни помыслов мирских, ни побуждений оптий». Вопросы. Евангелие от Марка, глава 13. 1 по 4 стихи. «И когда выходил он из храма, говорит ему, один учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему ответ, «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Ирионской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все себе должно совершиться?» Он предрекает, что тем не менее из всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима, и таким образом пытаются представить Христа лживым, но это напрасно. Ибо если и сохранились некоторые остатки, и что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камня на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Элий Адриан раскопал самые основания города и храма, так что через него исполнилось пророчество и о том, что не останется камня на камне. Пять минут остается у нас до окончания залетий. Нет ничего больше, ни у кого никаких вопросов. Евангелие от Марка, 13 глава, 5 по 10 стихи. Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо вас станет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни». И вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Толкование. «Были Иуда, Галилеянин и Февда, кои выдавали себя за помазанником Божиим. Услышите, говорится о войнах. Это те войны, о которых Иосиф в славе повествует, и которые были пред разрушением Усалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам. А разгневанные римляне пошли на них войной и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие. И не одни войны были, но и другие богом посланные казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали иудеям, что сам Бог ведет с ними брань. Все же это было только начало болезней, то есть предстоявших им бедствий. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы об общих бедствиях они получали некоторое утешение от своих собственных бедок. Восвидетельство им, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что, истезуя вас, они не могут преодолеть истину. А чтоб ученики не думали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах подобает прежде проповеданным быть Евангелем, а потом уже предан будет запустение Иерусалима. Римлянам 10.18. И это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев, то есть, что проповедь распространилась всюду еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвергнутся. Комментарий Игнатия Лавкина. Самое большое сопротивление проповеди сегодня оказывает пастыри церкви и в первую очередь церковь Иерусалима. Идет патриаршее служение. Около двух десятков архиереев прислуживают патриарху. Молча появляются из алтаря. Молча стоят посреди храма в отдельном загоне, в тяжелых ризах, и молча снова удаляются, как будто идет театр мимо. Люди спрашивают, что у него? Разговаривать не умеют? На стомиллионную аудиторию по телевидению показывают, как патриарху посреди храма застегивают пуговичкой, засупонивают, как боевого коня на сражении. Люди снова спрашивают, он что, сам одеваться не умеет? Разве какая-то душа, случайно зашедшего во храм грешника, может от этого обратиться и принять Христа своим спасителем? Разве не понятно, что все это не имеет совершенно никакого отношения к вере Христовой, потому что Дух Святой отобразил на странице в Библии, о чем говорят святые толкователи, как блаженный феосилак. Они день и ночь криком кричали, дайте людям проповедь, проповедь и еще раз проповедь. И при том не просто пересказ чтения чужих проповедей, но живое, грозное, обличительное слово живого Бога. 1 Коринфянам 14 глава, 20-21 стих, 24-25. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Но когда все пророчествуют, войдет кто не верующий или не знающий, но Он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и Он падет вниз, поклонится Богу, и скажет, истина вами Бог. Господу Нашему слава в веке. Аминь. Помолимся. Достойная стекала истину, Блажите тебя, Благородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Серови, И славнейшую без сравнения с Тероси, Без искления Бога, Слова Родшую, Сущую Благородицу, Благородица величайя. Зайтих наш молитв. Отец наш небесный, мы предстали перед Твоим величием, и во имя Господа... Микрофон включите. Господи Божий наш, любящий наш Отец небесный, мы предстали перед Твоим величием, во имя Спасителя нашего Иисуса Христа просим принять нашу молитву благодарности за этот чудный воскресный день, за эту святую возможность склоняться перед Тобою и вникать в Слово Божие. Найди наших родных и близких, знакомых, которые не познали Тебя. Пролей милостью на врагов, и не вмени их безумием в судный день, а обрати их на евангельский путь. И правителей коснись, дай им страх Твой святой, дабы мудрые законы издавали и не препятствовали приближаться к Тебе. Хвала Тебе за все Твои милости, долготерпения, честь Тебе и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос, Игорь Михайлович. Слава Христос. Спасибо, Христос. Слава Христос. Спасибо, Христос. Аминь. Слава Христос.